Друзья, приветствую! В этом видео хочется вместе с вами обратить внимание на одну из пьес, которая содержится в школе игры на шестиструнной гитаре, составителем которой является Иванов Крамской. Он, кстати, и композитор этой пьесы. И мы берем эту пьесу во внимание не столько ради ее эстетической ценности, хотя она своеобразна по звучанию, сколько ради пары навыков, на которые мы обратим внимание и посмотрим, каким образом они могут помочь нам улучшить наши навыки игры на гитаре. Для начала я эту пьесу сыграю для того, чтобы было понимание, как она звучит. А потом я переключусь на режим демонстрации экрана, покажу, как выглядят ноты. И для тех, кто еще не считывает ноты, я набрал табулатуру, чтобы понятно было, как эту мелодию можно сыграть по табу, и расскажу, на какие нюансы стоит обратить внимание. Давайте я разочек сыграю, а потом приступим к с вами небольшой теоретической части. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот пьеса. Теперь давайте я переключусь на режим демонстрации экрана и покажу парочку нюансов, которые могут нам пригодиться в нашей практике. Выглядит эта пьеса следующим образом. Она помещается всего лишь на один листочек формата А4. Первое, на что мы с вами обращаем внимание, помимо нескольких других нюансов, это на аппликатуру правой руки. Эти латинские буквы, которые находятся над ребрами восьмушек, вот это ребро у нас, которое соединяет несколько восьмых нот, обозначают пальцы правой руки. На всякий случай напомню, что на правой руке у нас с вами пальцы обозначаются следующим образом. Большой палец обозначается буквой P, латинская как Р, русская P, указательный I, индекс M, middle, это у нас средний пальчик, и безымянный обозначается буквой A. Следовательно, когда мы смотрим с вами на ноты и видим, что у нас над нотой находится буква A, значит, нам нужно эту ноту играть безымянным пальцем правой руки. Следующую ноту средним пальцем, следующую указательным. Дальше у нас продолжается такая же последовательность, потом у нас небольшое изменение, безымянный, потом I, это указательный, потом M, средний, а потом снова указательный, средний, безымянный, средний, указательный, средний, безымянный, указательный и так далее. Если мы с вами проанализируем всю аппликатуру правой руки, которая у нас присутствует в этой пьесе, то мы обратим внимание на то, что ни разу не повторяется, чтобы две соседних ноты игрались одним и тем же пальцем. Например, указательным ИИ или ММ средним или АА безымянным обязательно идет чередование. Это очень важно во время игры на гитаре, чтобы одним и тем же пальцем подряд не щипать две соседние ноты. То есть вот так вот сыграть будет неправильно, а когда мы чередуем две ноточки соседними пальцами, это уже считается более профессиональное исполнение. Это первый момент. Вот, кстати, у нас буква П встречается дальше во второй части, когда мы играем большим, указательным, средним, большим, указательным, средним. То есть вот этими тремя пальцами. Большой, указательный, средний, большой, указательный, средний и так далее. Здесь мы уже играем одновременно большой с указательным, потом средний, указательный, здесь большой и средний, потом отдельно указательный, средний и так далее. Это первый момент. Попробуйте поиграть эту пьесу с соблюдением данной аппликатуры. С одной стороны, это кажется просто, а когда мы немножечко увеличиваем скорость, то становится понятно, что не так-то уж и просто считать музыку с листа и плюс еще обращать внимание на то, каким пальцем нужно играть ту или иную ноту. Это первый момент. Второй момент. Обращаем внимание на такие птички, которые находятся у нас над каждой первой нотой в такте. То же самое и в табулатории. Вот у нас, видите, над каждой нотой, с которой начинается такт, у нас эта птичка. Это акцент. И этот акцент говорит о том, что нам первую ноту каждого такта нужно играть чуть сильнее, выделять ее относительно других нот. То есть, чтобы наша мелодия не таким образом звучала. Я, может быть, немножечко сейчас утрировал, но суть, я думаю, вам понятна. Плюс ко всему, у нас есть еще такие обозначения, как форты. То есть, мы начинаем с вами сразу играть на достаточно громком звучании. Дальше у нас в меце-форте играем относительно громко. Немножечко увеличиваем звучание, немножечко затихаем. Немножечко погромче, немножечко потише. Снова начинаем играть громко. Здесь мы немножечко варьируем. Вот у нас умеренно громко. Чуть-чуть сюда погромче. Здесь чуть-чуть опять затихаем. И вот это обозначение в конце, до копу альфины, означает, что нам нужно прыгнуть на самое начало пьесы и завершить там, где у нас есть слово финны. Финал. Вот здесь вот на финале мы с вами и заканчиваем. Вот такие парочку-тройку рекомендаций относительно этой композиции. Репетируйте. Я думаю, что при должном старании вы научитесь достаточно грамотно считывать аппликатуру правой руки с листа. И плюс ко всему поработаете над моторикой правой руки для того, чтобы некоторые ноты звучали чуть ярче, чем остальные, за счет акцентов, которые расставлены у нас в нотном стане. На этом я с вами хочу попрощаться. Пожелаю всего самого наилучшего. Добра, мира и всех благ. Будьте здоровы.